Здравствуйте! С вами Наталья Николаевна. Тема нашего урока – способы материального представления информации. На прошлых уроках вы познакомились с видами информации, а сегодня я вам расскажу о способах материального представления и записи визуальной информации. Наибольшее разнообразие имеют разные формы представления визуальной информации. Прежде всего информацию могут нести натуральные объекты, их материальные макеты и модели. Детальную информацию об окружающих объектах или явлениях дают фотографии и живописные полотна. Фотография очень широко используется в научных исследованиях. Она позволяет зафиксировать то, что не может уловить человеческий глаз. Например, с помощью фотографии можно зафиксировать момент выстрела и вылета пули из револьвера. Общий смысл содержания информации может быть отражен в графическом представлении реального объекта или процесса. Динамичным вариантом представления информации посредством изображений является кино и видеоизображение. Однако любые предметные, образные и графические виды информации обладают некоторыми недостатками. Прежде всего, это трудность понимания того, что в передаваемых сведениях главное, а что второстепенное. Невозможность передать свойства материала, из которого сделан какой-то предмет, его массу, твердость. Такая информация может быть точно и качественно представлена только в виде знаков и символов. Подведем итог уроков. Итак, вы узнали, что информация к человеку поступает через органы чувств. Зрение, слух, осязание, вкус, обоняние. Соответственно, различают следующие виды информации для человека. Визуальная, аудиальная, тактильная, вкусовая, обонятельная. Домашнее задание. Вы будете читать параграф 11.3. Слева приведены загадки. Вы их внимательно прочитаете. Отгадаете. И ответы пришлете мне на почту. Или СМС с сообщением на мой номер, который вы видите на файле справа. Спасибо за внимание. Здоровья вам и вашим близким. Спасибо.